МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Придумано и сделано в России. Всероссийский музей декоративного искусства приглашает на выставку. Миниатюры для раненых военных, книги московского врача читают в госпиталях страны. А теперь подробнее об этих и других новостях. В Музее Победы состоялся ритуал приведения к военной присяге вновь прибывшего пополнения 154-го отдельного комендантского преображенского полка. 130 новобранцев из Москвы и городов Центрального федерального округа приняли воинскую присягу и стали солдатами. Подробнее в репортаже Татьяны Орловой. В главном военно-историческом музее страны на Поклонной горе прошла торжественная церемония. Новобранцы 154-го отдельного преображенского комендантского полка и 449-го отдельного гвардейского салютного дивизиона приняли присягу и дали клятву верности своему Отечеству. В мероприятии были задействованы представители командования полка, ветеранских и общественных организаций, Русской Православной Церкви, а также родственники новобранцев. Товарищи солдаты, в этот день мы совершили очень важный шаг в свою жизнь. Время присяг мы стали настоящими защитниками нашей Родины. Я уверен, что год службы не пройдет и воздушно закрепит характер, закалит вашу роль и оставит самые теплые воспоминания о службе в столице 154-го отдельного комендантского проображенского полка. Церемония прошла в Величественном зале славы, где на мраморных пилонах высечены имена почти 12 тысяч героев СССР и России. Призывники приносят клятву верности Музея Победы уже более 20 лет. Вы дали нам же свое меча защищать народ Отечества в зале славы среди 12 тысяч героев Советского Союза, которые своим отримом прославили нашу военную историю, нашу народу. Это почетные обязанности. Это мы огромные ответственности в виде досуги. Поздравляю вас. Поздравляю вас по вручению председателя Совета Московского, у нас председателя Совета Московского Союза и Преображенского полка. В завершении мероприятия рота почетного караула и образцовый военный оркестр преображенского полка подготовили яркое выступление для гостей. Прозвучали известные военно-патриотические композиции, такие как «Смуглянка» и «Прощание славянки». Татьяна Орлова специально для телеканала «Русский мир». Московский краевед и врач Федор Евдокимов написал миниатюры для раненых военных. Сегодня их читают бойцы в разных госпиталях нашей страны. Об издании уже второго тиража книги с маленькими рассказами он поведал нашей съемочной группе. Темой миниатюр руководителя клуба краеведов в «Сокольниках» Федора Евдокимова стали случаи из медицинской практики и забавные истории из жизни. После начала военной операции Евдокимов решил объединить их в сборник, чтобы раздавать военным в госпиталях. Набралось на небольшую 16-страничную книгу размером с блокнот. Я по основной профессии врач, а по второй профессии неофициально. И хобби такое, краевед. То есть занимаюсь историей района Сокольники еще с 80-х годов, со школы. И когда мы готовили материалы для сокольнических авакогоспиталей, то, собирая материал, в мои руки попала книжка 1944 года. Человек нашел себя из серии «Библиотека раненого бойца». Маленького форматика, там 32, по-моему, страницы в ней. И когда началось СВО, я понял, что такие книги можно и нужно делать и сейчас. Для наших бойцов, в поддержку наших бойцов. Федор надеется, что его пример послужит мотивацией для других писателей и поэтов на создание хорошей литературы специально для наших защитников. Прежде чем отправить сборник в типографию, он показал свои тексты медикам и некоторым бойцам, вернувшимся с передовой. Рецензенты заверили автора, что благодаря его рассказам за счет юмора и доброты, заверстанных в слова, раненые станут выздоравливать гораздо быстрее. Именно в эту маленькую книжку такой симбиоз вошел. С одной стороны, веселые рассказы, которые должны рассмешить, отвлечь от чего-то грустного, которые происходили прежде всего с моими детьми. И громко сказано, но все-таки философские какие-то такие небольшие рассказы из жизни, которые тоже случились, в том числе со мной, были подсмотрены или на работе, или на улице. Литературная деятельность Федора Евдокимова напрямую связана с его краеведческой работой, с тем, что он собственными глазами видел в августе прошлого года, когда отправился в Луганск. Толчком к этой поездке стал проект «Книги Донбассу» с 2015 года, реализуемый Союзом писателей Луганской Народной Республики, и проект «Созвездие Сокольники». Для сборника с одноименным названием Федор написал статью об уничтоженном селе в ЛНР, многие материалы для которой были взяты из публикации Глеба Боброва, с которым ему удалось познакомиться во время визита в Луганск. Федор побывал уже в нескольких населенных пунктах с именем Сокольники и отовсюду вез горст земли. Луганщина не стала исключением. Все те, кто с кем общался, они говорят, что на передовой читать некогда. А вот для госпиталя это очень-очень даже неплохо. Поэтому основная масса первого тиража ушла именно в госпиталя. Но почему маленькая книжка, почему тоненькая, почему такая практически невесомая, 16 страничек всего? Для того, чтобы, я все-таки надеюсь, что и на передовой она нужна. И на передовой нужна поддержка не только в госпитале. И часть книг, она была передана в Луганскую Народную Республику. Именно не только в госпитале, но и на линии фронта. Сборники уже передали в общественные организации Москвы, Подмосковья, Тулы, Луганщины, Курска и Крыма. Из госпиталя Славяна-Серобска в ЛНР совсем недавно Федору прислали фотографию военного, читающего его рассказы. Альбика Ильясова специально для телеканала «Русский мир». Кто он? Первый герой России. В Москве прошел вечер памяти, посвященный 80-летию ингушского летчика-генерал-майора Суламбека Асканова. Центральный дом авиации и космонавтики ДОСАФ России собрал родственников, друзей, земляков и неравнодушных к судьбе героя. Подробности в следующем сюжете. Торжественный вечер, посвященный Суламбеку Асканову, рассказал о жизненном пути летчика, работе и подвиге, совершенном в мирное время. Его называют не только героем ингушского народа, но и примером для всех поколений летчиков в каждой стране. Суламбек родился 8 января 1943 года в семье крестьян, в которой было 10 детей. В 19 лет он стал курсантом Качинского высшего военного училища летчиков. В 44 года в звании полковника попросил направить его в боевую часть. Так Асканов попал в Липецкий центр боевой подготовки и переучивания летного состава. Мы всегда будем помнить Суламбека Асканова как первого героя Российской Федерации, как героя, который ценой своей жизни спас жизни других людей и как достойного сына ингушского народа. При выполнении тренировочного полета 7 февраля 1992 года в сложных погодных условиях у самолета МиГ-29, который пилотировал генерал-майор авиации Асканов, произошел отказ системы управления. Выйдя из облаков совсем близко к земле на высоте 400 метров, он увидел перед собой населенный пункт. Ценой огромных усилий летчику удалось развернуть неуправляемый истребитель на 90 градусов и тем самым предотвратить падение на крупное село Хворостянка в Липецкой области. Самолет рухнул в поле у деревни Козельки, из-за маневра летчик катапультироваться не успел. В республике Ингушетия все знают про самобека Асканова, все помнят о его подвиге. Но мы хотим сегодня, чтобы и другие ребята в Москве узнали о нем, о первом герое Российской Федерации. И я надеюсь, сегодня ребята получат много знаний и впечатлений. По словам начальника Центрального дома авиации и космонавтики ДОСААФ России Юлии Сегорской, летчик Асканов всегда вдохновлял поколение людей, причастных к истории пилотирования самолетов. А сейчас его наследие бережно хранит молодое поколение. Вся почти столетняя жизнь музея связана с авиаторами, с летчиками. И в нашем доме всегда они собирались. И собираются и сейчас. И, конечно же, мы храним память о летчиках, героях, которые совершили подвиги во время Великой Отечественной войны, но и в мирное время. Один из таких героев — генерал-майор Суамбек Асканов. Именно поэтому мы, когда организовывали учебный центр ЦДАЭКО, сделали учебный класс имени Асканова, имени первого героя России. Суамбек Асканов погиб в мирное время, в 1992 году, предотвратив крушение своего самолета, «Миг-29». Вот здесь он у нас в экспозиции представлен. Падение на жилое село. Бывший одногруппник Асканова Евгений Власов рассказал, что будущий герой России учился очень старательно, а в дальнейшем защитил кандидатскую диссертацию в Академии имени Гагарина. Мне посчастливилось учиться с Суамбеком в Академии. Мы с ним приехали одновременно. И так случилось, что и сели рядом. Вместе занимались, вместе ходили по театрам в Москве, когда учились в Академии. И с ним у меня потом связи потерялись всякие. Почему? Потому что я был на другую работу назначен. И вот таким образом. И только потом я узнал о нем все, как он погиб. Все это мне рассказали летчики, пилоты, которые учились и работали в этом центре. Гости вечера посетили авиационные залы музея, увидели модели самолетов, которые пилотировал первый герой России, а также образовательный класс имени Асканова, где обучают навыкам управления беспилотными летательными аппаратами. Своим подвигом Суламбек Асканов предотвратил не только гибель жителей населенного пункта, но и других пилотов МиГ-29, так как конструкторы выявили технические недочеты в истребителе, которые привели к трагедии. Они были устранены, и подобные катастрофы больше не повторялись. Евгения Фахурдинова специально для телерадиокомпании «Русский мир». До 28 февраля еще можно успеть посетить выставку, на которой представлены лучшие работы третьего всероссийского конкурса предметного дизайна. Что придумали и создали наши современники, приглашает увидеть Всероссийский музей декоративного искусства. Конкурс «Биеннале» придумано и сделано в России формирует актуальный образ российского дизайна. В залах Всероссийского музея декоративного искусства представлены лучшие образцы отечественного предметного дизайна. Среди экспонатов более 200 предметов мебели, интерьера, текстиля и посуды. Когда ты собираешь со всей России новые предметы, то, конечно же, это определенный срез, срез, который мы видим каждый год, и самые лучшие предметы попадают в коллекцию музея декоративно-прикладного искусства. Абсолютно точно конкурс и сама история, придуманная и сделанная в России, сейчас самое время, когда все смотрят на русскую идентичность, когда все смотрят на то, что производится в России, пытаются импортозаместить, вырастить своих талантов, удержать людей в нашей стране, дать какие-то новые возможности. Вообще, то, что много лет уже развивалось и шло правильным путем, сейчас, я думаю, получит как раз признание и понимание от всех, кто должен помогать. Почти тысяча дизайнеров из 84 городов страны представили свои эксперименты не только с формой, но и с материалом, компетентному жюри из директоров ведущих музеев страны и экспертов в области искусства. Для шорт-листа было отобрано 215 работ. Я победитель номинации «Студийный дизайн» категории «Свет» с моим проектом «Город Света». Я руковожу студией дизайна, столярной мастерской производства мебели «Палацца», которая находится в городе Кострома. Люстры выполнены из натуральных материалов – дерева и шпанированного МДФ. Для освещения мы использовали трубчатые лампы накаливания с теплым светом, который созвучен с оттенками древесины. Каскады ламели из натурального дерева образуют сложную многослойную конструкцию. Мне очень хотелось использовать в изделии цвета, с которыми ассоциируется русский авангард. Победители определили в трех основных номинациях – промышленный дизайн, студийный дизайн, номинации «Молодежная» и во внеконкурсной номинации «Файнкрафт», где красота важнее функциональности. Я художник по текстилю, живу и работаю в Москве. На конкурсе я представляю два текстильных панно из серии «Невесомость». Они выполнены в технике фельцевания. Это механический способ соединения тканей иглой с засечками, в результате которого нижние слои проникают через верхние, и получается неповторимая уникальная фактура. Гран-при выиграла работа «Урындык» или «Стул по-татарски». Его автор – дизайнер Петр Софиулин, основатель бренда «Яратан». Его работа войдет в коллекцию Всероссийского музея декоративного искусства. «Равид Гор» специально для телерадиокомпании «Русский мир». На этом наш выпуск завершен. Оставайтесь в курсе событий и следите за жизнью русского мира вместе с нами. Если в вашей стране, городе, проходит интересное мероприятие, связанное с жизнью русского зарубежья, будем рады вашим материалам с места события. Свои работы вы можете присылать по адресу новости.рм.собака.яндекс.ру Всего доброго и до свидания.